Добрый вечер! Вы смотрите Открытые новости. С вами Анастасия Борисова. И вот главное к этому часу. Добрый вечер! 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 Мы говорим о том, что когда подрядчик покупает бортовой камень, бордюр устанавливает, он просится, чтобы... ну гарантию качества. Как пришли в магазин, покупаете молоко, там написано, что молоко должно соответствовать. Если производитель, допустим, что-то сделал, но не соответствует, он развалился, то, к сожалению, подрядчик за свой счёт, смотря, может быть, это не его вина, вина того производителя, бордюр, приходится ему в течение четырёх лет этот бордюр менять. То есть все эти объемы работ, которые у нас были выполнены, они ежегодно, опять же, проезжаем обход, смотрим, где выявляются замечания, они устраняются своевременно. В ряде случаев замены бордюра не избежать. Это продиктовано техрегламентами. Бортовой камень должен возвышаться над проезжей частью на определенную высоту. Поэтому при каждой замене асфальта его устанавливают заново. Там, где это возможно, гранитный бордюр стараются сохранить. Где необходимо, меняют на новый. Дело в том, что когда происходит демонтаж бортового камня существующего, нет никакой гарантии в том, что он достанется целым из бетонного замка. Да, действительно, какие-то камни удается при демонтаже вытащить целыми, но большинство из них, они деформируются, ломаются. Их дальнейшее использование при реализации, отметим, федерального проекта, ну не совсем целесообразно. Поэтому мы не бездумно меняем вообще весь камень на протяжении Ленинского проспекта, там, где мы работаем. А мы делаем это точно. В этом дорожно-строительном сезоне в краевой столице отремонтируют 33 участка дорог. Всего в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по всему краю будет обновлено более 200 объектов. На эти цели направят около 6 миллиардов рублей. Глеб Полянский, Сергей Балуев. Новости. Бывший арендатор парка «Изумрудный» в Барнауле получил условный срок за незаконную рубку деревьев. Владимиру Фишеру назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Также ему нужно выплатить 11 миллионов рублей компенсации. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда. Напомним, уголовное дело было возбуждено в ноябре 2017 года. В администрации города тогда пояснили, что разрешение на снос аварийных деревьев в парке запросил новый арендатор. Комиссия определила, что в парке таких 128. Когда деревья начали вырубать, горожане возмутились и направили заявление в полицию. Суд признал Фишера виновным в незаконной рубке 313 деревьев. В течение 10 дней приговор можно обжаловать. Больше 29 тысяч человек посетили агрофорум «День Сибирского поля-2019» в Алтайском крае. Свои продукции и услуги на площадке Сибирского агропарка в Павловском районе презентовали более 270 компаний. В этом году на форуме представили более 450 единиц сельхозтехники и оборудования, в том числе 130 образцов алтайских сельхозмашин. Аграриям продемонстрировали работу 17 единиц техники. Большой интерес у посетителей вызвала выставка племенных сельскохозяйственных животных, где показали крупный рогатый скот, овец, лошадей, соболей, коз и уток. В этом году проводился конкурс среди племенных хозяйств. По решению экспертов победителем признана АКХ «Ануйская» Петропавловского района. Сообщают в Министерстве сельского хозяйства Алтайского края. Добавлю, повышенный интерес у специалистов вызвал семинар, посвященный цифровизации сельского хозяйства. Эта компания – один из крупнейших производителей каркасно-тентовых конструкций, ангаров, складов, крытых спортивных площадок. Более 500 крупных объектов Алтай-тент установлено на территории России. Свои сооружения фирма представила на дне Сибирского поля. Уже 17 лет компания «Алтай-тент» остается ведущим производителем сборных быстровозводимых каркасно-тентовых конструкций. Строение можно без труда установить в любых климатических условиях. Высокая прочность и надежность проверены сибирскими морозами. В ассортименте компании «Алтай-тент» можно найти ангары для техники, зерновые склады, крытые стоянки и животноводческие комплексы. Кроме того, фирма занимается возведением социально значимых объектов. Мы закрываем потребности также и в спорте. То есть мы делаем быстровозводимые конструкции. Что это позволяет? Это позволяет вопрос именно быстро заниматься спортом на данный момент. Это крытые хоккейные стадионы, футбольные поля перекрываем, либо многофункциональные спортивные залы, которые могут использоваться для баскетбола, волейбола, для пинг-понга, для тенниса, хоть для чего. Среди преимуществ компании доступная цена, быстрое возведение, окупаемость и мобильность конструкции. Каркас не подвергается коррозии и не требует массивного фундамента. Кровлю изготавливают из армированной ПВХ ткани, за счет чего она пожаробезопасна и устойчива к агрессивной среде. Конструкции абсолютно разные, их типовых как таковых нет. Ширина может быть от 15 до 40 метров без внутренних опор. Все зависит от назначения и от требований заказчика. Скоро ассортимент алтайской компании узнают за пределами страны. В планах руководства компании «Алтай Тент» начать реализацию продукции в ближнее зарубежье. Глеб Полянский, Евгения Князева, Денис Кузьменко. Новости. Лучших выпускников честовали сегодня в правительстве Алтайского края. Именными плакетками их наградила заместитель председателя правительства Ирина Долгова. Глядя на вас сегодня отмечаем, что вы, выросшие именно в период интенсивного развития информационных технологий, интернета и социальных сетей, отличаетесь от нас очень сильно. И отличаетесь именно мобильностью и активностью. И я считаю, что вот эти отличительные особенности, они вам очень помогут в дальнейшем обучении в ВУЗе и в вашей дальнейшей трудовой деятельности. Всего награды получат 90 выпускников. Среди лучших школьников Алтайского края медалисты и участники Всероссийских Олимпиад. После вручения наград в правительстве они отправятся на выпускной. Аркадий Величко – один из немногих школьников, который может поступить в любой ВУЗ страны без экзаменов. Он уже три года подряд занимает призовые места на Всероссийской Олимпиаде по химии. Всероссийская Олимпиада школьников по химии, она проводится Министерством образования. Я, наверное, не слукавлю, если скажу, что это самая престижная Олимпиада, которая есть в Российской Федерации, поскольку она дает право поступления в любой ВУЗ по профилю Олимпиады без учетов результатов ЕГЭ, без вступительных экзаменов. То есть, если у вас есть на руках диплом, вы поступили. И в конце еще немного полезной информации. Отделение нового поколения планирует запустить Альфа-банк в Алтайском крае в ближайшие годы. Об этом рассказал главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский на встрече с журналистами. Там побывала моя коллега Тата Геворгян. Усы, лапы и хвост. Помните цитату? Скоро с такими документами можно будет прийти даже в банк. Крупнейший частный банк России запустил в работу несколько проектов по цифровизации. Это необходимо, чтобы упростить и ускорить рутинные операции и удвоить клиентскую базу. На сегодня только на территории края у Альфа-банка больше 120 тысяч клиентов. В нашей стратегии мы выделили три ключевые инициативы, три ключевые задачи стратегические. Первое. Мы хотим, чтобы наше банковское приложение, мобильное приложение было в лучшем стране. Вторая инициатива – это обеспечение полностью безбумажного клиентского опыта. То есть отход от карточек, паспортов и так далее в отделениях. Переход полностью на биометрию, на идентификацию с помощью смартфона. И третья инициатива – это разработка формата сети нового поколения. И работы уже идут. Сейчас отделение Альфа-банка по желанию клиента использует идентификацию по биометрическим данным. На обслуживание клиентов без бумаг планируют перейти в следующем году. А сеть офисов нового цифрового формата будут тестировать с середины 2020 года. Руководство банка утверждает – цифровизация не приведет к сокращению штата, а избавит от очередей и улучшит качество обслуживания. На этом команда открытых новостей завершает свою работу в «Камни на Аби». Следующий выпуск смотрите в 20.30. Итоги дня подведет мой коллега Антон Скальни. Переключайтесь.